Всем доброе утро. Это первый раз, когда я делаю лекцию, провожу лекцию в России. И я был в Финляндии в 2007-2009 году с лекциями, и я действительно горжусь тем, что я могу быть частью европейских исследований. Я учился в Великобритании в 1992 году, и я долго работал со шведскими врачами порядка 25 лет, занимался лечением рака. И поэтому сейчас для меня действительно интересно приехать сюда, хотя сегодняшняя лекция не посвящена именно радиоскопии рака. Я думаю, что еще будет время для того, чтобы об этом поговорить сегодня, и я хотела бы поговорить о другом. У статистики, которая применяется в доказательной медицине. Мой коллега Эйниен была моей студенткой 15 лет назад, я отправляла ее в Великобританию, она там получала кандидатскую степень по статистике. И сейчас она руководит оценкой радиоскопических исследований рака в Тайване и Китае. Итак, вот первая часть моей лекции будет посвящена тестированию гипотезы оценки данных и получению уверенности в достоверности этих данных. Это на этом слайде отражено использование модели Марко. Это известные математические модели, и сегодня они широко используются для оценки данных в медицине. И здесь также приведены данные моего исследования по статистике. Мои коллеги, которые мне помогали в исследовании, восхищаются Марковым. Несколько десятилетий я пытался разработать новые методики, новые средства для статистики, для оценки данных. Сегодня мы будем говорить не об именно этой модели Маркова, а о фундаментальной биостатистике. Конечно, в доказательной медицине это является необходимым. Еще несколько десятилетий назад мы сталкивались с разными вызовами. Нас спрашивали, а вы уверены, что ваши данные достоверны? И в Азии люди любят альтернативную медицину, предпочитают ее стандартным методом лечения. Моя коллега, доктор Чен, вместе со мной получала кандидатскую степень. Ей порядка 50 лет, и она является экспертом по акупунктуре. И она попросила меня и моего коллегу использовать ее методы. И я сказал, я не доверяю акупунктуре, мне нужны доказательства. И вот когда я стал этим заниматься, то я понял, что на самом деле вот моя коллега, она действительно обладает очень высокой квалификацией и может вылечить с помощью методов акупунктуры пациентов, у которых наблюдаются проблемы с поясницей, так называемые проблемы провислой спины. Но это не значит, что физическая терапия неэффективна. Все индивидуально. Наверное, в каких-то публикациях вы найдете противоречивую информацию. Но сегодня я хотел бы рассказать вам о кейсах, которые демонстрируют фундаментальную биостатистику и показывают, насколько это полезно. Я с самого начала знал, что я не буду преподавать статистику. Я понимаю, что вы являетесь экспертами в разных областях, и я просто хотел бы поделиться своими мыслями о биостатистике и рассказать, каким образом она может помогать нам справляться с проблемами, принимать решения. Центральным концептом статистики является анализ от простого к сложному. И основная идея заключается в том, что вы видите, когда доктор пытается разработать новое лечение для того, чтобы продемонстрировать эффективность, ему потребуется формула, и тогда нам поможет язык статистики. Например, постоянный исход. Вы хотите знать, насколько, на какой процент вы можете сократить выраженность заболевания у пациентов. И вы хотите понять, насколько эффективно ваше лечение. И сегодня для того, чтобы проанализировать выживаемость лечения серьезных заболеваний, у нас есть достаточно сложные инструменты, но нам, тем не менее, нужно оценивать данные эффективно, потому что у нас гораздо более серьезные требования к качеству жизни и гораздо более сложные пациенты. Итак, центральным концептом является демонстрация эффективности. Но из-за биологических особенностей и клинических характеристик просто случайно у вас могут возникнуть вариации. Эта формула достаточно простая, но не нужно забывать об основном законе статистики. Это не эффективность и не контроль вариаций. Если мы хотим получить сигналы, вам нужно уменьшить шум, уровень шума, но биологические вариации очень сложно контролировать. Итак, закон статистики находится вот здесь. Ведь в статистике мы пытаемся увеличить разницу. Если у нас нет достаточного объема и масштаба данных, тогда мы не сможем оценить эффективность. Статисты действуют как математики. Мы должны решать проблемы, а не создавать их. Я, например, занимаюсь статистикой, хотя по профессии я стоматолог, но тем не менее, вот я преподаю статистику. И здесь в статистике у нас есть столько формул, столько цифр. И мы не должны забывать, что эксперт по статистике должен обладать логикой для того, чтобы продемонстрировать, насколько эффективны результаты исследования, принимая во внимание все эти вариации, контролируя эти вариации. Вот, например, если мы посмотрим в микроскоп, то мы увидим даже небольшие различия, Но нам потребуется очень большое увеличение. То же самое касается статистики. Статистика помогает оценить эффективность доказательной медицины. И вот это и есть центральная концепция. Для рандомизированных контролируемых исследований всегда должна быть возможность оценки результата. И здесь нам помогает только статистика. Мы внедряем различные модели, а центральная концепция остается единообразной всегда. Это важно для того, чтобы за одну минуту освоить фундаментальную биостатистику. Я не предлагаю вам полностью адаптировать эти идеи, но, тем не менее, вы можете использовать эти формулы для того, чтобы убедить общественность в надежности каких-то данных, результатов исследований. Итак, каким образом мы можем получить хорошие результаты? Это достаточно старая идея, философия, статистики. Но это очень важно, потому что это философия. Если вы не понимаете философию, то вы будете неправильно интерпретировать ваши результаты. И я хотел бы подчеркнуть то, что интерпретация результатов является одной из самых важных процедур доказательной медицины, поэтому я буду использовать очень простой язык для определения очень сложной философии. В статистике всегда используются средние значения, а не индивидуальные. Мы всегда ухватываем какие-то средние значения, средние цифры, и всегда возможны ошибки. И если, допустим, вы не знаете происхождение ваших пациентов, у вас будет M средняя и вариация в квадрате, и вы получаете повторные образцы. одного и того же объекта. В теории у вас будет много реплик, и для каждого образца диаграмма будет выглядеть вот так. И как будто вы неоднократно повторяете ваши исследования. И вот каждый раз получаете для индивидуального образца вот такие диаграммы. Но это не то, что я хотел показать на этом слайде. Идея в том, что статистики предлагают философию, согласно которой ваше исследование может быть повторяющимся. Вы получаете несколько образцов. Что интересно со статистической точки зрения? Интересно получить среднюю оценку каждой вариации. и вот эту среднюю оценку вы можете использовать для того, чтобы воспроизвести другие дистрибьюции. и вот этот момент является одним из самых сложных статистики. И я хотел бы очень четко его характеризовать. Вы можете получить нормальную дистрибуцию, вот как здесь, например, вне зависимости от того, откуда ваш пациент. Если у вас повторяющиеся образцы, вы всегда можете получить вот такую дистрибуцию распределения образцов. И отклонения, вариации, все это может сбивать с толку. Всегда есть какие-то стандартные ошибки. И это и есть вариации средних данных. Мы всегда говорим о вариациях средних значений, а не индивидуальных. И разница здесь только в размере образцов, потому что вариации связаны с популяциями, с происхождением ваших пациентов. И вот это и есть центральный концепт статистики. Статистики. Здесь не важно влияние каждого индивидуального пациента на результат. Здесь важны вариации средних значений. Это есть то, что нам интересно. Это очень важно с точки зрения интерпретации результатов клинических исследований, потому что естественно во всех странах происходят ошибки при интерпретации, могут возникать какие-то юридические проблемы, юридические вопросы. И например, когда лечение гипертензии и повышенного давления изучаются и говорят о том, что если вы понизите дозу препарата, и тогда будет эффективный результат. Но например, пациент может к вам вернуться и сказать, что нет, а у меня наоборот повысилось давление, они скажут, что вы солгали мне, то есть вас обвинят во лжи, и почему так произошло, будут они спрашивать. И здесь очень важно правильно проводить оценку индивидуального пациента, поэтому необходимо быть очень осторожными при отборе и при интерпретации оценок и результатов различных публикаций в литературе. И необходимо обязательно делать акцент на том, что могут быть какие-то стандартные отклонения. очень часто говорят о том, какими являются теоретическими, теоретическое распределение. То есть вы получаете определенную выборку, и вы получаете так называемую величину пи, к этому мы еще с вами вернемся. То есть в теории у вас есть много различных выборок, но на самом деле вы получаете только одну конкретную выборку на практике. И сегодня мы с вами концентрируем наше внимание на двух главных слайдах. Вот я помогала этой даме оценивать воздействие акупунктуры и глоукалывания на ее состояние, как это влияло на ее сон, на боль. И мы протестировали эту гипотезу с так называемой пи величиной. И мы также провели определенную оценку и того, какой эффект был достигнут. Вот здесь приведена информация о том, вот здесь я говорил, что нам необходимо измерять эффект, то есть измерять результат и 95% был положительный результат. Но я хотел бы с точки зрения физической биостатистики донести до вас вот этот основной посыл, потому что за эти три дня я думаю, что лекция по биостатистике это самая сложная тема, но с Эми вот мы работали над этим и я попытался объяснить вам, как работает в общем биостатистика, а сейчас мы поговорим вот я передам слово Эми, потому что у меня в принципе небольшая, презентация всего 19 слайдов, но вот Эми как раз будет говорить о нулевой гипотезе и о ее тестировании. Пожалуйста, это слово предоставляется Эми. Спасибо за внимание.